Теперь почным докладом выступает Еценко Мария Вадимовна на тему «Неосознанное авторство и авторство как авторитет, теория авторства и контекст древнеанглийской христианской поэзии». Пожалуйста. Так, это вот если помощники подскажут нам, как... Кто-то у нас есть из... Так, и, наверное, демонстрацию краба, да? Кто-то может подсказать докладчику из присутствующих? Включается? Да, хорошо. Ну, хорошо. Прежде всего, я бы хотела поблагодарить организаторов конференции за возможность выступления и сказать, что для меня это очень важно. Сегодня я выступаю на юбилею Михаила Ивановича Тиблинковенского, потому что, хотя, ну, я физически не могла быть с ним знакома, но, тем не менее, он как-то присутствовал всегда в моей жизни. В детстве в моем была книга такая из библиотеки моего отца Мирсаги, которую, в общем, я читала достаточно давно еще в школе, и самое поразительное было то, что в ней я что-то понимала. Еще тогда, и для меня это, в общем, очень ценно и важно. А когда я стала собирать свою библиотеку, я заказала название книгу «Историческая поэтика» Михаила Ивановича, и она пришла с автографами Михаила Ивановича и Ивана Михайловича. Я не знаю, как это происходит, но, тем не менее, видимо, какой-то привет он мне свой передал таким образом. Далее, что касается моего доклада, это вот «Неосознанное авторство» и авторство как авторитет. Продолжаем тему, разработанную Михаилом Ивановичем. Вообще, теоретические аспекты понимания авторства, они включают в себя три основных момента. Я приложу их по работе Валерия Владимировича Прозорова. Три момента, которые предполагают анализ, рассмотрение автора биографического. Далее, автор-творец или эстетический деятельный субъект. И автор во внутритекстово-новоплощении, то есть имплицитный автор, его более или менее внедрит проявление самой структуры текста. Работа на Михаилу Ивановичем стабильнометском теории «Неосознанное авторство» строится вокруг второго аспекта авторства, то есть сама смысления автора дворца или эстетический деятельный субъект. Вообще, основное внимание исследователи уделяют тому, сознает ли себя тот, кто создает произведение его автора. И цитируют, в какой мере он сознает себя автором, и исследователи, в какой мере он обладает творческой свободой по отношению к форме и содержанию произведения. Михаил Иванович убедительно доказывает, что в отдельные периоды развития могли существовать, разное представление об авторстве. Так авторы САК могли вносить в них определенные изменения. При этом они осознавались себя лишь хранителями традициями, но никак не эстетически деятельными субъектами. Скальбе раньше других стали ощущать себя авторами своих произведений, поскольку явно ярко выраженная художественная форма осознавалась как личный класс воздания теста. Как пишет Михаил Иванович, цитирую, в иудической поэзии, как и в эпической поэзии вообще, а также в прозе не было слове для относительно самостоятельности формы и для сознания формального мастерства, а значит и авторства. Михаил Иванович разработал свою теорию на основе древнеиславской литературы. Он сравнивал поэзию Скальбе и их восприятие авторства с древней ирландской и даже арабской поэзией. Но территориальный, хронологически достаточно близкий древнеанглийский материал, он, насколько мне известно, не использовал именно для сравнения в плане авторства, поскольку поэтическое творчество англосатцев сохранило по большей части произведения эпические. И аналогов поэзии Скальбе в древнеанглийской традиции либо не существовало, либо они не сохранились, но во всяком случае они не описаны существующих поэзий. Тенеанглийские произведения, описывающие поэтическое творчество и поэтическую активность, практически не упоминают об отношении к произведениям тех, кто не создавал. Более значимым для разведки именно этих текстов становится описание отношения к авторам, то есть первый аспект авторства, то, что называется автор биографический. И этот аспект менее разработан в ротах Михаила Ивановича, однако для древнеанглийского наследия именно он представляется более актуальным и требует теоретического осмысления с точки зрения специфики средневекового министерства. Мы остановимся на следующих указанных произведениях древнеанглийской эпохи, в которых содержатся рассказы о поэтах с целью именно уточнить способы создания этих образов авторов. В древнеанглийской традиции известно чрезвычайно мало им анавторов, большая часть из них — это авторы, которым приписывают поэтические переложения библейских текстов, это Альхельм Альцберийский, Беда Досточхима и Король Альфред Кюн и Вольфа Хэдман. Примечательно, что все они связаны с христианской религиозной поэзией. Видимо, это не случайно. Харалович, организирующий древнеиславский материал, отмечал, что в произведении христианской тематики можно говорить о наличии более развитой формы идейного содержания по сравнению с сагами, которое, однако, было более или менее одинаково. Это прославление Бога и святых. Вероятно, в христианской поэзии авторство не исключало личного вклада в создание произведений каждого конкретного книжника или у самого певца. Но этот вклад не обязательно воспринимался как планты честный. Я, право христианина, это, скорее всего, следствие действия Святого Духа, являющегося соучастником всех этого человека. Меньше всего мы знаем об авторе по имени Кюн и Вольф, который, предположительно, плю рунами свое имя в концовке четырех древнеанглийских поэтов. Но даже его подпись была не обозначением уникальности собственного вклада в создание текста, а, как пишет Наталья Юрьевна Воздецкая, молитвенным обращением к высшим силам и читателям. При рассмотрении основных приемов создания образов поэтов в древнеанглийских исследованиях можно сделать в виду, что все эти образы идеализированы, и их описание про них с людьми алюзиями. Наиболее ранний развернутый рассказ об авторе содержится в легенде о поэте Кедмина, который включен в четвертую главу церковной истории народного англа Веда Досточкинова. И при рассмотрении этой легенды встает вопрос прежде всего о реальности фигуры Кедмина и датировки его чуда. Более или менее реальной исторически соотносимой эту историю Кедмина делает лишь упоминание о том, что он, цитата на экране, жил в монастыре той Аббатисы. Учитывая, что высшая церковная история лишена Аббатисы Хильды, и известно время ее кончения, 680-й год, исследователи датируют чудо Кедмина не позднее тогда. Да. Но трагедия темных мест, географика, наводит на мысль о том, что существовало какое-то намеренное использование этого приема, то есть намеренное построение этого рассказа как рассказа иносказательного. И фактически легенда Акадмини во многом, она представляет собой рассказ о том, не знаю, о кубе. Иносказание это построено на аллюзиях на библейские события, основной список которых представлен на слайде. Я не буду подробно на них останавливаться, потому что это достаточно долгий разговор, и тут можно доказывать какие-то аллюзии, находить их. Тема моего рассказа сегодня немножко другая. Другой человек, который так или иначе был связан с поэтическим творчеством, это сам Беда Досточтимый. И рассказ о том, как он на смертном ангеле сочинял, сочинял двумя английскими большое стихотворение, он входит в письмо Кутберта о болезни и смерти Беды. Ну, понятно, что фигура Беды тоже была, в общем, во многом идеализирована и отчасти пронизана этот рассказ библейскими аллюзиями. Следующий человек, это король Альфред, он считался автором поэтического перевложения «Опишение и философии» и ряда других переводов. В его жизнеописании рассказывается, что однажды мать Альфреда показала ему, его братьям, книгу саксонских стихов, которые обещала Беда Домов, и первым выучит ее. Альфред пошел к своему учителю, который прочел ему эту книгу, а Альфред ее тот же выучил и рассказал своей матери, естественно, получил этот письмо. Вместе с этим сообщается, что он также довольно быстро выучил последовательность божественной службы, псалмы и молитвы, хотя служба совершалась на латынии. Этот ток из образованности рассказа Азиасера и легенди о Федвании раскрыт по-разному. Хотя, на так прекрасной памятью и приверженно слушал Слово Божие, за 12 лет он не был обучен чтением письма, а также не смог изучить свободные науки, поскольку в его земле не было достойных учителей. Федванд же до своего чудесного признания никогда ни одной песни не сложил. Описание богодухновенности дара также схоже в двух текстах. Федванд к моменту чудесного призвания был уже в зрелых летах, и король Альфред также в старости чудесным образом одновременно с даром чтения на латыни получает и способность переводить священные книги на язык саксов. И описывая это чудесное обретение дара королю, Массер сравнивает его с покаяльно-благоразумного разбойника, который обратился к Христу перед смертью и был спасен. Ну, если говорить в целом, то для англосаксонских рассказов о людях, связанных с поэтическим творчеством на родном языке, вот Краде, Неваде и Альфреде, было характерно использование топусов, которые представлены на экране, и все они восходят не к фольферным, а к нижним источникам. И они широко используются также в рассказах о переводчиках Библии, прежде всего, в жизни описания блажанными Аранима и Татьяны. И сходство от ряда топусов подтверждает тесную генетическую связь между раннехристианской и древнеангельско-христианскими традициями, что можно объяснить близостью тематики творчества героев этих произведений. Поэтические переложения Библии, как и переводы, требовали от их авторов соответствия высокому нравственному делу. И такой характер изображения автора соотносится с представлениями об архаическом авторстве, которое подробно написано Сергею Сергеевичу Маверецу. Отначительство авторства предполагало наличие определенного авторитетного имени, которое имело не столько параметры исторические, сколько символические смыслы. В архаическом авторстве не исключает самого факта написания тем или иным историческим лицом, приписываемому ему произведение. При этом более важным является делегируемый этому лицу авторитет или достоинство авторитес, которым наделяет его та или иная историческая общность. Именно этот символический смысл, приписываемый легендарной или по легендарной фигуре, обладал определяющим значением для жанра и стиля текстов, с ним связанным. И важнейшим в осмыслении автор авторитета является тот факт, что функция, цитирую, функция имени остается в принципе той же самой, имени связывается с индивидуальной манерой, характерностью стиля, оно гармонтирует доброкачественное содержание. Далее мне хотелось подробнее восстановиться на том, каким образом не только создавались, но и воспринималась такая фигура, воспринималась такая фигура поэта древнеанглийской традиции, а именно фигура поэта Кэдмана, который, как известно, приписывалась целая рукопись древнеанглийской поэзии, известная сейчас как Кодекс Юниоса, содержащая четыре приложения в виде. Должна сразу отметить, что, как правило, говорят о том, что история Кэдмана нам известна только по рассказу Бэда и строго говоря, имя Кэдмана действительно нигде, кроме этого парня, который в английском материале, насколько мне, по крайней мере, известно, не употребляется. Но это не означает, что не упоминается Кэдмана, что его история не воспринималась как история авторитетного автора. Чтобы это доказать, я хотела бы сегодня обратиться к нескольким памятникам чуть более поздней эпохи. Но прежде всего, рассказ о простом пастухе, который получил дар сложения стихов о славе христианского Бога чудесным образом в зрелом возрасте, содержится в предисловии вот в древнеанглийской рукописи, переложении Библии, которая датируется IX веком. И она содержит эту рукопись, переложение, в том числе книги «Бытия». И известно, что древнеанглийская рукопись, которая называлась достаточно долго «Кодекс Кэдмина», которая содержит поэму «Бытие», фрагмент этой поэмы «Бытие» является ничем иным, как передвиг фрагмент из саксонского текста, из саксонского текста. Но вот этот рассказ о пастухе, об анонимном таком пастухе, он может восприниматься, в принципе, как краткий пересказ истории Кэдмана, но без упоминания его имени. Вместе с тем, он выглядит тоже как набор определенных топусов, которые могут сноситься не только Кэдмина от массы других персонажей. Ну, и задумаемся, для чего в предисловии «Переложение Библии» нужен был такой рассказ на авторе, причем этот рассказ повторяется в прозаическом предисловии, там еще есть латинское, поэтическое предисловие. Вероятно, идеализированная фигура поэта-пастуха, запечатленная в рассказе «Бытия» о Кэдмане, владала определенным авторитетом, и само ее наличие и ссылка на такой авторитет были своеобразные санкции для записи политических переводов священного писания. Однако возникает закономерный вопрос, почему в данной рукописи не упомянуло имя Кэдмана? Вероятно, дело в особом отношении к этому имени, поскольку в самой легенде о Кэдмане у Бэда имя главного героя упоминается только в прямой речи чудесного посланника, который говорится не во сне. Ни сам Бэда, ни далее англосаксонский переводчик легенды имя Кэдмана не повторяют в авторской речи, поэтому сложно сказать, было ли это реальным именем этого персонажа. Аналогичное отношение к имени поэта мы встречаем в более позднем сочинении Вильяма Мальцберейского, это уже XII век. Вот здесь приведена цитата от описания останков, в том числе той самой Хильды и монаха, который получил божественный дар пения. Примечательно, что здесь указаны все имена остальных погребенных героев, но имя Кэдмана также не указывается, хотя речь является свой бутеремиум. Не менее интересен другой рассказ из этого же самого памятника, посвященный уже Альтхельму Мальцберейскому. Альтхельм прославляется в нем как необычайно умный талантливый муж. В рассказе о нем возникает ряд опыслов, которые также позволяют соотносить его с легендами о переводчиках Библии. Это прежде всего топос образованности. Вот это первый пример. В житвях-переводчиках хронтихристианской эпохи, блаженного Иеронима и Татьяны, вообще языческое образование, вкусы им привиты, входит в определенное противоречие с изучением Библии. А в жизнеописании Альтхельма упоминается иной вид учености, это знание латинских и греческих авторов и принципов стихосложения, которое не осуждается, входит уже в противоречие с постижением Слова Божия. Альтхельм, сравнивая детство, обучается латыни и древнегреческому, и вскоре приводит к восхищению своих учителей. Это вот этот первый пример. Но помню, что с подобной сценой восхищения учителей мы встречаемся в рассказе о Кэдмене, который никого не учился, и, видимо, эти обе сцены, возможно, восходят в евангельском эпизоде, когда вот только Иисус привел восхищение ученых-книжников в Иерусалимском храме. В отличие от рассмотренных выше историй Бэда, Эльфреда и Кэдмана, относящихся к время английского периода, а географа XII века стремится уже придать документальную точность своему повествованию, упоминает источники, приводимых их сведений. Только описывая поэтические таланты Альфреда, он ссылается на некую записную книжку короля Альфреда. Судя по рассказу Ассара, такая записная книжка и ни одна существовала, содержала сведения, которые были известны еще при жизни самого Альфреда и сохранялись, видимо, в устной традиции до века, то есть могли быть знакомы, например, и быть. Важный самый момент, в связи с которым, и опыт прибегает к указанию на источник. Вильям Альфреда упоминает, что король Альфред считал первая цитата, что никого никогда прежде него, Альфреда, не было, кто бы превзошел в его умении создавать поэзию на английском языке, слагать песни, а потом, соответственно, и в предложенном случае, петь или дефомировать их. Данное утверждение, вероятно, связано со словами, ну, можно это относиться к словам из легенды о поэтике Альфреда, которого было вспомитое следующим образом. Это параллельный пример. После него многие англы пытались складывать религиозную поэму, но никто не мог сравниться с ним. При внимательном прочтении текста становится понятно, что рассказы о первых поэтах у Кэдмана и Альфреда не противоречили, а как бы дополняли друг друга. И вильям Альцберийский весьма осторожно, как по сравнению с Альфредом и с теми, тот слагал стихи с теми, кто сочинял посленников. То есть талант Альтхельма, полученный в результате на учение, может сравниваться только с его предшественниками, а так как Дарр Кэдмана превосходит его последователей. А поскольку Кэдман пришел в монастырь не позднее 680-го года, Альтхельм родился в 639-40-ом году, а в 70-х годах он уже создал свой знаменитый сборник латинских загадок, то становится ясным, что бы поэты могли, в общем-то, творить в одно и то же время. А рассказ Вильяма Альцберийского демонстрирует стремление избежать определенных возможных противоречий с рассказом Бэды, что видно и в других моментах повествования. Кэдман Альцберийский во втором примере отмечает, опять же, ссылаясь на Эйфреда, что многие простые песни Альтхельма до сих пор обновлены поэзии, и он высказывает при этом свое положительное мнение об этих песнях. Но он, вероятно, не хотел вступать в поэзию с авторитетным мнением Бэды относительно поэзии Кэммана, и о том, что Альтхельм излагал бирбильский сюжет и языком поэзии, мы узнаем лишь в заключительной части рассказа. И, думаю, ссылаясь на авторитет Альфреда, Вильям Альцберийский говорит, что Альтхельм применял свое политическое искусство, чтобы задержать пасху, которая слишком спешила до нас после божественной службы. Рассказчик говорит, что его мнение, послекая их песен, было, очевидно, несерьезным занятием для такого человека. И лишь сумев привлечь простых людей своими песнями, Альтхельм вплетал в них слова из священных писаний. Вильям Альцберийский однозначно одобряет данный подход в составлении пасты, но он никак не оценивает само качество именно этих религиозных песен, возможно, потому что они не сохранились, хотя тут сложно сказать, слышал или читал их сам Вильям Альцберийский. Цитаты, представленные на слайде, демонстрируют почти дословное совпадение рассказов, в некоторых моментах рассказы об Альтхельме и легенде о Кэдмане, что свидетельствует о, безусловной, ориентации Вильям Альцберийского на текст города. Историк говорит, что, исполняя свое зачинение, Альтхельм стоял на мосту, соединяющем церковь и город. Если даже считать, что это описание, в общем, исторически точное, нельзя не отметить и возможности его аллегорического прочтения, то есть стихи Альтхельма, подобно мосту, должны были соединять город и церковь, светское церковное искусство. Противоположность данному рассказу легенды о Кэдмане содержит лишь ценно исполнение стихов перед учеными мужами. После обретения чудесного дара Кэдман не возвращается на пирушку, и фраза Бэда о том, что во многих душах его поэзия зажгла презрение к миру и стремление к жизни небесной, оказывается не совсем понятной, так как в легенде не сообщается, исполнял ли Кэдман свои песни за пределами монастыря, а не исполнялась кем-то другим по памяти или по записи. В конце все эти соображения заставляют задуматься о том, какие отношения были между легендой Альтхельма изложенной Бэддой и биографией Альтхельма. Если допустить, что Вильям Альцберийский ссылается на реальные документы, вот эта записная книжка Короля Альфреда, в которой был изложен биографией Альтхельма, описывающей создание психо-рубейской темы, то можно предположить, что с подобными рассказами в своем современнике мог быть знаком и сам Бэда. Создавая свое повествование о Кэдмане, Бэддом мог ориентироваться на ту традицию образованности и словесной культуры, которая представлял собой Альтхельм и которая была в его время достаточно хорошо известна. Можно предположить, что Бэда стремился дополнить некими важными деталями тот образ поэта, который начал складываться со знаниями селенинг, и в его время. Как мы уже говорили, о чем эти речи между фигурами Артхельмами и Кэдмана связаны с уровнем их образования и тем, как они используют свой поэтический дар. Возьмем еще одно существенное различие, рассказанное о Кэдмане и об Артхельме. Биография Артхельма поэзия на еврейские темы как бы исходят от ученого мужа, который вышел из стены монастыря, чтобы наставить свое простое. Кэдман же напротив приходит в монастырь, уже получив поэтический дар свежим, но продолжает обучение ученых мужей. Вероятно, именно сценарий Чудо Кэдмана, при котором неграмотный человек приходит в монастырь, принося свой талант как своеобразные дары волхвов, а затем обучается у ученых мужей, оказался более приемлемым в глазах беды, а авторитет Кэдмана смог заслонить в свою бусовой фигуру талантливую, образованную, интеллектуальную Атхельма. В целом, определенный анализ дает возможность осмыслить то авторское достоинство, то ритаспорт, словам Сергея Сергеевича Аверинцева, которое было актуальным для древнеанглийской монастырской культуры политического революционного библии. Использование терминов «авторское достоинство» и авторитет осмысленных к работах Аверинцева применительно к архаическому авторству является в данном контексте наиболее адекватным, хотя исследователи относятся обычно средневекой в большей степени с традиционистическим этапом развития словесности. Аверинцев отмечает, что сочинения, связанные со священным писанием, во многом продолжали архаическую традицию, возвращались к ним. Говорит о нескольких рецидивах, как бы таких возвращений. И дошедшие до нас описания авторов древнеанглийской поэзии в той или иной мере их идеализирует избежать фигурно-библийских пророков в переводчевой библии. И в качестве авторитетного автора поэтических сочинений на библийские и биографические темы в древнеанглийской монастырской среде в конце 7-8 века можно предположить, что могла выступать фигура именно образованного интеллектуала Альхера Мальспирийского, владевшего отечественной ученостью, латинским языком, искусством стихосложения как на латыни, так и на своем родном языке. И значимость такой фигуры подтверждается как сохранением его песен в устной традиции, так и тем, что аналогичными качествами обладал и сам Беда, и к ним же стремился и сам король Элифе. Однако примерно в то же самое время Беда создаёт идеализированный образ Кэдмана. Именно он в определенный момент стал восприниматься как наиболее авторитетный, вероятно, за счет самой легенды, сложенной Беды. При этом признание богодухновенности дара поэта Кэдмана и своеобразной циркализации его фигур не предполагало упоминания имени, но была своеобразной санкцией для записи текстов, которые в традиции ему приписывались. И высокое авторское достоинство Кэдмана предполагало предание его поэзии статуса современной, что уподобляло ее в глазах наглосаться в тексту Библии и позволяло записывать и сохранить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вот этот вот некий смутный фон поэзии на Перу, которую Кэдман не осваивает. Не может ли также и вот этот момент, скажем так, в каком-то смысле религиозно-политический, то есть отказ вот этой поэзии на Перу тоже быть, ну скажем так, причиной того, что рассказ о Кэдмане стал типизироваться и в каком-то смысле тиражироваться, как вы рассказали, и оттенел рассказ об Альтхельме. АПЛОДИСМЕНТЫ Возможно, это и так. Спасибо большое, Мария Андреевна. Я вообще, как бы об этой ситуации можно рассказывать очень-очень долго. Безусловно, это наверняка была история, связанная с тем, что то, что он пел на Перу, нам вообще не известно. Меня больше всего поражает, что ведь в древнеисландском есть сага о поэте, который тоже заснул, желая сечения стихотворения, заснул на могиле поэта. Во сне он научился петь, исполнять стихи, но в древнеисландском он возвращается на пир и там уже, соответственно, рассказывает эти стихи. А к этому он возвращается только, кто приходит в монастырь, и ему не нужно как бы никому ничего доказывать с одной стороны. Спасибо большое за замечание. Спасибо. Так. Пожалуйста, вопрос еще. Мария Евгеньевна, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Вы, когда говорили о переводчиках Библии, упомянули Иеронимы и Татьяна, да? А вот я что-то не могу припомнить Татьяну, что именно перевел. Татьяна, ну, насколько я знаю, на… Можно я… Да, да, да. Татьяна – это второй век, сирийский автор. Да, то есть он составил на сирийском такую вот обобщенную, унифицированную версию Нового Завета. А потом это было переведено на греческий, а с греческого на латынь. И вот с латыни, где-то вот в шестом веке, например, на латынь, и с латыни уже переведено на франкский, восточно-франкский диалект древневерхнемецкого. Но диатеса там. Да. А он был переведен, написан не по-гречески разы? А мне казалось, что наоборот… Переведен на греческий. А, по-моему, мне казалось, наоборот, он был с сирийского… С греческого на сирийский переведен, нет? С греческого на сирийский… возможно. Но, на самом деле, это было не так важно, как, в общем, рассказывали в древнем и написании этих авторов, которые сохранены. Ну, на латынь он переведен к сирийского. Да, да, да. Так или иначе. Спасибо. Спасибо. Хорошо, спасибо. Вопрос. Спасибо, да, очень известный сюжет. Авторство и авторитет. Да, известная работа Сергея Сергеевича Аверинцева. У меня вопрос. Соответственно, он эту ситуацию описывал на материале византийской литературы. Вот та картина, которая предстает перед нами в описании Сергея Сергеевича. Какие принципиальные отличия от той картины, которая происходит, которая имела место в древнеанглийской словесности? То есть Византия, с одной стороны, тоже время примерно. С другой стороны, древнеанглийские вот эти королевства. Есть ли какие-то отличия? То, что есть очень много сходств, и мы можем использовать вот эту методологию описания характера авторства, которая разработана на византийском материале. Это понятно. Но есть ли какие-то принципиальные отличия? Спасибо большое за вопрос, Николай Александрович. Потому что отличия есть, но я так глубоко не углублялась в истории византийской литературы. И та работа, которая вот авторская авторитет, как я ее понимаю, она больше направлена на теоретическое осмысление авторства и понимание не только, насколько я понимаю, древнеевизантийской, но и древнееврейской литературы. В общем, авторство из интересов Библии. Мне, прежде всего, это было интересно. То есть, что в традиции сохраняется... Поэтому и вовремя. Вот псалмы Давида, которые не только Давида, они сохраняются под этим названием и сохраняются во многом потому, что есть это имя. Вот. Ну, сравнивать тут можно и долго, но для этого надо быть специалистом все-таки по древнеевизантийской литературе, которой я не являюсь. Я просто, это было бы интересно, если зрение технологии, если не вовремя литературы. Ну, это было бы такое возражение, например, архаическое представление, наверное, отчасти, рецидив, который сейчас вам... Хорошо, спасибо. Есть ли еще вопросы докладчику? Нет. Спасибо большое, Мария Вадимовна. В таком случае, сейчас мы будем переходить к следующему...